Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Куцаева Дарья, и я педагог по акварельной живописи и скетчингу в проекте «Художник онлайн». Сегодня мы с вами будем рисовать очень вкусную и сочную ягоду при помощи спиртовых маркеров. Нашу ежевику мы с вами закомпонуем на листочке А4 и будем пользоваться очень ограниченной палитрой. Вы можете увидеть выкраску здесь, и на всякий случай я еще взяла блендер и белую гелевую ручку. Ну что же, давайте приступим к работе, и сначала мы с вами наметим карандашом основной силуэт ягоды. Начинаем мы с вами работу с компоновки основного объема. То есть моя ягода будет примерно вот такого размера в листе. Здесь у нее будет листочек. Смотрите, чтобы силуэт листочков был интересный. И теперь я намечаю основные части ягоды. Обратите внимание, то есть очень важно перед началом работы изучить натуру и разобраться, как она построена, какая ее структура и фактура. Я немножечко упрощу нашу ягоду, сделаю чуть-чуть поменьше на ней вот этих вот частей. В ежевике очень важно показать ее фактуру именно при помощи бликов. То есть нам будут очень важны в этой работе именно цвет, тень и блики. То есть я очень быстро схематично намечаю вот такую вот структуру ягоды. И при том обратите внимание, что каждая часть, она имеет схожесть со всеми остальными, но в то же время она очень индивидуальна. И к низу они у нас уменьшаются, потому что есть некая перспектива. То есть низ на самом деле мы с вами спишем уже и сделаем не так внимательно и тщательно, как части в свету, которые ближе к нам. Ну что же, мы с вами отрисовали основные части детали ягоды. После чего мы с вами можем уточнить и наметить блики. То есть основные блики, которые у нас будут. Продолжение следует... И у нас еще блики будут с нижней стороны. То есть это уже не блики, а рефлексы. Но достаточно светлая часть будет подсвечивать наши ягоды со стороны обратной. То есть что такое рефлекс? Рефлексы это отраженный свет. То есть источник освещения у нас находится вот с этой стороны, слева сверху. А свет дальше продолжается, отражается от поверхности и падает на теневую часть ягод. Ну что же, давайте с вами уже приступим к цвету. И начнем мы со самого светлого. То есть мы с вами берем самый светлый колер и им будем заливать практически всю ягоду. Беру широкий наконечник. И прохожусь абсолютно по всей ежевике. Продолжение следует... Делаю равномерную заливку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После чего, когда мы с вами залили основной силуэт, мы с вами будем работать над уже тенями, над более темными частями. Для этого я беру черный маркер и буду работать одновременно черным и темно-фиолетовым. Здесь уже более внимательно, аккуратненько работаю над силуэтом. Рефлексы я делаю светлее. И вот так вот каждую ягодку мы с вами должны пройтись. Продолжение следует... Придать форму. Продолжение следует... 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 Сразу беру другой темный маркер темно-фиолетовый и намечаю рефлексы. Продолжение следует... Немножечко хочется мне здесь пригасить блики, чуть-чуть придать еще один полутон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Беру темно-фиолетовый... Беру темно-фиолетовый... И им увожу свет в полутон. Светлые маркеры еще работают как блендеры. То есть им можно немного высветлить кое-где, где нам необходимо, например, показать какой-то блик, либо рефлекс. Им можно работать еще как маркер, который нам может высветлить темные участки. Да, как вы видите, у нас сразу светлеет темная часть. Падающие тени всегда будут самые темные. Продолжение следует... Как вы видите, я работаю так, что я смешиваю черный с темно-фиолетовым. У меня получается как бы некий такой средний оттенок. Эту ягоду полностью прикрываю черным. Эту ягоду прокрываю черным почти до конца. Беру темно-фиолетовый и прокрываю им вот эту вот часть. Тем самым показывая, что есть рефлекс. Здесь тоже можно немножечко... Немножечко можно пригасить свет. Потому что эта ягодка находится еще дальше. Здесь тоже немножечко гашу наши рефлексы. Чтобы они не были у нас очень-очень светлые. Как autonom к триллерам. Вы маете с вами? Я губ. Вы мои полезны. Где-то не milj regions. Л being у нас очень-очень rif. ЯсAC. Вы их не светлые. беру темно-фиолетовый и опять темно-фиолетовым смешиваю наш черный самим фиолетовым и делаю как бы такую растяжку переход беру светло-фиолетовый и вот здесь вот утемняю рефлекс идем дальше здесь вот можно немножечко светлым фиолетовым поработать как блендером чуть-чуть здесь высветлить вот эту вот часть беру далее черный то есть как вы видите я одновременно работаю всеми тремя маркерами здесь у нас будет падающая тень который будет черный а собственная тень который уходит в полутон и в рефлекс она уже более светлая немножечко пригашу блик и немножечко высветлю рефлекс чтобы придать еще больше объем нашей ягоде очень внимательно слежу за силуэтом спускаюсь дальше еще Работаю светлым как блендером. 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 Тоже немного черным вот здесь вот утемню. Можно утемнить темно-фиолетово. То есть мы так уже более схематично рисуем ягоды внизу. Светлым. Уточняю рефлексы. И на этом нижнюю часть можно оставить. Возвращаемся к этой. Возвращаемся к правой части. У нас тут практически все в тени. И идем работаем с левой стороны. Беру темно-фиолетовый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Кое-кде немножечко уплотняю блики. Здесь немножечко добавлю черного, чтобы подчеркнуть вот эту вот часть. Здесь тоже мы с вами уплотняем полутон. И более светлым обозначаю рефлексы. Рефлекс еще можно показать вот на этой ягоде. И уплотню немного вот здесь. Можно даже черным поработать. Чтобы опять же вот эта вот часть немножечко вышла на нас. здесь аккуратненько работаем над более мелкими деталями. Кое-где светлым фиолетовым мы с вами немножечко утемним мы с вами блики. Утемним мы с вами блики. Ну вот мы с вами и сделали ягоду, и теперь давайте сделаем зеленую часть. Берем самый светлый зеленый и прокрываем полностью всю-всю-всю вот эту вот часть. Стираем. После чего беру более темный зеленый и утемняю теневые части. Беру наш первый зеленый и делаю более плавный переход тоновой. Утемняю здесь тень. Кое-кде можно также управлять. Уплотнить. Чем хороши спиртовые маркеры, тем, что мы с вами можем накладывать один слой на другой и тем самым добиваться более темного тона. Пользуюсь всего одним цветом. Ну что же, друзья, вот мы с вами и закончили очень быстрый и интересный скетч. Мы с вами рисовали ботанику, использовали мы с вами спиртовые маркеры. Мы с вами старались показать фактуру глянцевой вкусной ежевики. Для этого мы с вами оставляли очень светлые, контрастные по отношению к собственным теням блики. Также у нас появлялись достаточно светлые рефлексы. И мы с вами постарались показать то, что вот эта вот часть, она находится ближе к нам, она более интересная и более фактурная. А эту часть мы с вами списали. То есть мы показали с вами как бы некий фокус. Акцентировали основное внимание именно в этой части. Ну что же, друзья, а я надеюсь, что этот урок был для вас интересен. Я желаю вам творческих успехов и до новых встреч! Продолжение следует...